«Земля-улыба» выставка под таким названием открылась в Национальном музее Чебоксар. В экспозиции более 40 уникальных работ молодых художниц. Легенды и предания в декоративных скульптурах, плод творческого тандема Анастасии Зиминой и Екатерины Борзовой. Экспозиция «Земля-улыба» — это увлекательное путешествие в таинственный и сказочный мир наших предков. Наш мир состоит из трех миров. Это серебряная, золотая гора и медная, на которой живут свои божества. Чувашская сказка, чувашская культура смогла воплотиться в глине. И не просто в глине, это не традиционное искусство, это декоративное искусство, которое может быть использовано и как на выставках, и просто как предметы домашнего обихода. Первые творческие работы девушки создавали под руководством своего педагога, художника, ювелира Николая Болтаева. Именно он стал идейным вдохновителем, считают авторы выставки. Чувашская мифология глазами современных художников и скульптуристов раскрывается с неожиданной стороны. То есть новое увидение, новые образы создают современные художники, но тем не менее это должно быть сделано на основе знания глубоких традиций. И чувашской вышивки, и чувашской культуры. Эта выставка показывает, культура развивается, вышивка развивается, орнамент начинает использоваться в разных отраслях художественного творчества. Мифология одна на все времена, и там есть очень многие аспекты, которые прописаны между строк, и они могут пригодиться в нашей каждодневной жизни сегодня. Богатыри в чувашских сказках и мифах всемогущие и добрые. Они не дают спуску врагам и недоброжелателям. Один из таких героев – любимец автора Иванька. Маленький богатырь, который рожден от союза медведей и девушки чувашской. Был очень неказистым, сильным. Его родители дали ему наставление защищать, помогать и оберегать чувашский народ от злых духов. Экспозиция далека от привычных форм, тем она интереснее. Новое прочтение известных образов заставляет по-новому взглянуть на нашу историю. Наталья Мальчикова, Борис Андреев, Республика.